Второе видео меня просто дико поразило, правда, оно мне безумно понравилось. Я не любитель рыбалки, не знаю, как это делать, но то, что делают ребята в Красноярске, сделали, у меня просто, ну, вообще нереально. Запускайте! Про рыбалку ты решил отменить свои новости. Я решил отменить свои новости для того, чтобы мы все посмотрели вот это видео. Давай, давай. Смотрите, вот, можно даже заставку смотреть, потому что парень делал, старался, пускай знают его имя. Это Красноярск. Это Красноярск, посмотрите. Сибиряк, давайте посмотрим на Енисею. Хариус и Налим представляют февраль 2016. Вау, ну, начало многообещающее. Это не просто так, это не... ну, ладно. Смотрите, это тоже круто. Зачем, он что, голыми руками будет ловить? Ну, он... Енисей-патюшка! Мост. Это Октябрьский, да? Нет, это новый мост, вот как раз здесь. Треват, да, это вот в самом начале здесь. Нож. Так что-то я уже боюсь. Небольшая долгая заставка, да, такая вот подзатянутая. Но просто представьте февральские морозы, как было холодно. И сейчас просто как в компьютере... Вот, он проплывает под опорами моста. Представляете, как круто просто проплыть самому под опорами моста. Как все это выглядит. И сейчас он погрузится под воду. Видели когда-нибудь дно Енисея прямо в Красноярске? К счастью, нет. Без акваланга это все происходит, ребята. Ну да, они ныряют. Вот, и здесь они охотятся. Просто очень круто выглядит. А это что? Это у него какое-то электрическое устройство. Это ружье. Это ружье такое. Пневмо-ружье, наверное. А, ребят, вы знаете, какая глубина у Енисея в этом месте? Примерно. Я не знаю. Так что они ныряют без акваланга. Не очень глубоко, я думаю. Но есть места, где он плывет. Просто я правда посмотрю, я ни разу такого не видел. Я видел подводные съемки, но приятно, что это прямо вот у нас. Вот здесь у нас. Сейчас он здесь одну из рыбок будет гладить. Очень прикольный будет момент. Подождите секунду. Здесь не только убийство рыб происходит, да? И вот эта охота. Ну и просто вот исследование. Кстати, не так грязно, согласитесь, да? Ну да, много просто камушек. Я думал, что будут какие-нибудь колеса, кишки. Вот подо льдом, прямо подо льдом плывет человек. Без акваланга. Без акваланга, да. Вот смотрите. Я не знаю, как называется эта рыба. Ой, ты боже мой. Она живая. Погладил. Хорошая рыбка, хорошая. Такая рыба, которую можно рукой поймать, в принципе. Ну да, как они в камнях. Вот когда вы идете купаться, думаете, как какая-то рыба там лежит и подкараулит вас. И цапнет замезинец на ноге. Страшно. Ну вот. Ну это просто круто. В общем, меня вдохновило... Ну это для подготовленных людей, конечно, развлечения. Ребята, спасибо вам большое, что вы это сняли. Это очень прикольно. Я бы с удовольствием сам погрузился. Вот если бы ребята смотрели нашу сегодняшнюю программу и сказали бы, мужик, мы возьмем тебя с собой нырнуть, дадим тебе гидрокостюм. Вот. И ты проплывешь. Я бы с удовольствием залез, посмотрел бы. Не побоялся бы. Хотя ни разу не нырял. Ну, а что бояться уже? Смотри, какие они профессионалы. В том-то и дело, смотри, какие они профессионалы. Я об этом же. Ну да, на профессионала всегда смотреть приятно, согласитесь. И вот наш тетя Таня... Тоже профессионал. Просто мощнейший профессионал. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»